Говорит Ульяновск. Вечерняя программа радио Государственной телерадиокомпании «Волга». Здравствуйте. У микрофона Алексей Сорокин. О науке. Просто и понятно. Сегодня в стране отмечается День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного Совета СССР 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным на космическом корабле «Восток». Можно с уверенностью сказать, что это историческое событие открыло путь для исследования космического пространства на благо всего человечества. За короткий срок, с момента первого полета в космос, человек посетил Луну, а автоматические аппараты побывали на многих планетах Солнечной системы. О значимости сегодняшнего праздника, а также о наших достижениях в космонавтике мы поговорили с доктором физико-математических наук, профессором Виктором Журавлевым. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Здравствуйте. Очень рады снова видеть вас в нашей студии, тем более есть такой прекрасный повод – День космонавтики. Этот праздник был учрежден в честь первого полета Юрия Гагарина. Он совершил настоящий подвиг, не так ли? Конечно, потому что полет в космос человека был сопряжен с огромным количеством проблем, не только технических, а также и чисто биологических и, может быть, даже психологических. Второй спутник, уже запущенный в 1957 году, уже нес на себе собаку-лайку. Это был первый шаг к тому, чтобы понять, как живое существо будет себя вести там на орбите. К сожалению, там тогда система жизнеобеспечения была, собственно говоря, никакая, поэтому собака погибла. Возвращать аппарат не было возможности. Но вот этот первый шаг был сделан, и стало понятно, что живой организм, в общем-то, живет. Потом, конечно, были множество других запусков. С живым организмом выяснилось все. То есть, да, живой организм переносит космическое пространство, и, в общем-то, более-менее все нормально. Но вот с психологической точки зрения тоже никто не знал, а вдруг у человека там начнутся какие-то отклонения в психике. И поэтому там был целый ряд придуман всяких вещей, с помощью которых пытались как бы исключить какие-то катастрофические возможности. Вплоть до того, что был специальный придуман шифр для того, чтобы, если системы выйдут из строя, и человек останется в здравом уме, вот он тогда набирает код, и только после этого получает доступ к управлению космическим кораблем. Но, как говорят, Королев в последний момент этот шифр рассказал Юрию Гагарину, потому что его должны были передать с Земли. Так что, в общем, здесь беспокоились просто еще и о психологическом состоянии. Мало ли что, психика для нас до сих пор, в общем-то, не так уж открытая книга, поэтому действительно можно было ожидать чего угодно. Системы не были отлажены до конца, и поэтому могли быть всякие нюансы просто в самом полете, что, собственно говоря, и произошло. Не катастрофические, но, в общем, которые привели к целому ряду отклонений от первоначального плана, и Гагарину пришлось справляться со многими такими вещами, которые до конца не были предвидены. Ну, кроме того, их всех предупреждали, что полет может закончиться гибелью. Полет-то продолжался там 108 минут. Три варианта сообщений о полете. Бравурный, что мы все сделали печальный, если закончился катастрофой. И третий еще был на случай, если по каким-то причинам корабль или космонавт оказался на территории чужого государства. Но все обошлось более-менее благополучно, хотя во время полета целый ряд был сложностей. Не так сработали двигатели. Корабль вышел выше запланированной апогея. В результате это изменило траекторию. Потом не так сработали тормозные двигатели. Вышла из строя одна система, вторая система. Корабль был закручен, не отделился двигательный отсек. В общем, там целый был букет. Вплоть до того, что у него еще возникли сложности с дыханием в скафандре. Уже во время спуска оказалось, что какой-то клапан то ли неправильно был установлен, то ли как-то там он не сработал, но пришлось вручную. Так что несколько минут он дышал внутренним кислородом скафандра, а в нем не было предусмотрено кислородных баллонов. Поэтому нужно было что-то делать срочно. Но, тем не менее, сели. Не в том месте, правда, за километров 200 от того места, где их пытались искать. Поэтому его никто не встречал. Сейчас он еще потом ждал, когда его подберут. Но вот если взглянуть на это, то это прыжок в полную неизвестность, да еще и с неполностью отработанными технологиями. Это как испытатель. Для летчиков-испытателей, наверное, каждый полет риск всегда. Во-вторых, каждый полет подвиг. Там-то хоть можно было как-то еще катапультироваться, а в космосе ты уже не катапультируешься. Как пошло, так и пошло. Все относительно благополучно закончилось. Виктор Михайлович, есть легенда, что при выборе к кандидатуру космонавта решение в пользу Гагарина было принято потому, что его фотография больше понравилась Хрущеву. Это какие-то легенды. Это уже позже, поскольку мир был просто очарован улыбкой Гагарина. Один журналист американский написал. Это все понятно, что русские сумели отработать космическую технику. Это можно понять. Но где они нашли такого, как Гагарин, это совершенно не ясно. Уникальный человек просто. При выборе там были сложности, потому что, собственно говоря, все пять или шесть человек, которые готовились, они, в общем-то, по здоровью были одинаковы, поэтому тут был очень сложный выбор. Но требовалось отобрать одного. По многим параметрам подходил лучше даже Титов. Но тут возникли некоторые проблемы. Опять же, психологического характера. Вот такой пример. Была такая история, что на какой-то встрече, уже незадолго до того, как выбирали окончательно, кто полетит, Королев пришел к этим космонавтам и сказал. Как вы себя чувствуете? Готовы полететь? Все написали. Готовы. В любой момент. Кроме Гагарина, который честно сказал, что у меня с утра болит голова, но я готов полететь. Королев сказал. Вам всем дали с утра какие-то таблетки, от которых у вас должна сейчас голова сильно болеть. Но честно признался в этом единственный человек Гагарин. Хотя, как там было сказано, что все они писали бумажку, что они обязаны сообщать все изменения в своем состоянии. Вот чисто психологический момент. На него можно было положиться. Я помню, одна женщина рассказывала, она была сотрудницей биологического центра при центре подготовки, где они постоянно общались с космонавтами. Она говорит, что от него, от Гагарина исходило такое ощущение, что на него можно было положиться абсолютно. Вот он такой был открытый и честный. А это крайне важно. Поэтому Королев, естественно, сделал выбор на Гагарине, потому что нужно было точно знать, что будет. Что он точно не скроет никаких эффектов, которые, может быть, будут, скажем так, неприятны для самого космонавта, но очень важны с точки зрения науки и вообще биологии и еще каких-то вещей. Я думаю, что Хрущев-то к этому делу напрямую не имел отношения. Когда первый спутник-то запустили, он считал, что это дурь какая-то. Тут надо атомную бомбу запускать. Вот ракету сделали, а там просто был уже такой эпизод, как говорят. Несколько месяцев оказался промежуток времени, когда не было нужного объекта для запуска. Якобы ошиблись или должны были доработать с ядерной боеголовкой. Физики. Что-то пошло не так. И запуски стали откладывать не по вине ракет-носителей на Байконуре. И к этому времени уже что-то было готово. И, в общем, быстро этот сделали спутник и запустили. Хрущев, как говорят, к этому так относился. Но когда пошел этот совершенно немыслимый вал по миру, когда американцы были в шоке просто от того, что вдруг неожиданно Россия, которая вообще ничего не говорила, молчала про свои запуски. В Америке-то ж только и делали, что говорили, что вот мы сейчас, вот мы сейчас запустим, вот еще чуть-чуть, и мы сейчас постоянно об этом говорили. А тут вдруг бац и полетело. И это, конечно, был шок. Вот после этого Хрущев обратил внимание на эти все вещи. Виктор Михайлович, а какими еще достижениями в космонавтике мы можем гордиться? Ой, да у нас этих достижений просто... Вот про первый спутник сказали, про второй сказали. Луна-1, ну, это первый полет к Луне, ну да, неудачный. Не попали в Луну. В такой объект мы не попали. Зато Луна-2, она уже достигла. Первый вымпел на Луне. Третья Луна уже фотография с обратной стороны. Буквально там в течение года-два-три аппараты полетели к Марсу, к Венере. Все были, правда, неудачные, но это же были первые попытки достичь. Никто тогда в этом деле не думал. Я уж и не говорю про целую плеяду космонавтов, которые осваивали космос впервые. Первый групповой полет, первая женщина, стыковка на орбите, потом орбитальные станции, первый выход в космос, ну и так далее, и так далее. Это то, что сделали мы первыми. И дальнейшая история показывает, что, наверное, вот если не считать научные станции американские, которые они направляли в дальний космос, то мы в ближнем космосе до сих пор, наверное, лидируем. Вот эти станции американские, которые летали к дальним планетам, да, это, конечно, их высочайшие достижения. Солнечные телескопы, вот это научная часть. А вот все, что касается пилотируемой космонавтики, орбитальных систем, это, конечно, у нас до сих пор на высоте. Все, что касается Луны, это весьма специфическая вещь и очень спорная. Так что здесь тоже можно отдельно поговорить. Вот как раз у нас и есть отдельный вопрос по лунной программе, которая была закрыта аж в 1974 году, а была возобновлена лишь в 2018. Собственно, почему она была прекращена и почему, как сейчас нам говорят, только в 2030 году мы сможем высадить русского космонавта на поверхность Луны? Официальная версия, что, ну вот, американцы слетали, они как бы все узнали. И там теперь вроде как и делать нечего. А во-вторых, это очень дорого, поэтому, ну что там, никаких особых достижений здесь уже не получишь. Ну и таких вот бонусов, пряников, первооткрывателей. На самом деле, есть очень большие сомнения в том, что американцы были реально на Луне. Тут споры до сих пор ведутся. Но мое большое убеждение, что здесь было очень много чего-то такого, чего мы не знаем. Это чисто моя личная точка зрения, хотя ее разделяют не только, и американцев там не было. Но, как говорится, здесь доказательств тоже прямых никто привести не может. Это все косвенные вещи. Но даже если отбросить вот эту часть, касающуюся пыли американца или нет, вызывает большой вопрос, почему была закрыта. Дело в том, что если посмотреть на научную составляющую этой программы Аполлон, она близка к нулю. В сухом остатке практически ничего не осталось. Потому что грунт куда-то загадочно исчез, какие-то там крохи где-то они еще есть, но, по-моему, их уже никто не изучает. Многие образцы там оказались какие-то вообще странные, которые к Луне никакого отношения не имеют. Это как раз и вызывает тоже скепсис. Но раз не было научных достижений, то наверняка их можно было заново открыть, если бы туда полетели и залезли поглубже. И в кору лунную, и в какие-то трещины, разломы, чтобы можно было более детально понять, как она образовалась и какие там процессы до сих пор происходят. Ничего это не было сделано, потому что американцы вместо того, чтобы туда притащить этот автомобиль, на котором они там катались, в лунномобиль, могли бы туда притащить буровую вышку. И можно было бы пробурить грунт, ну хотя бы до скальных пород. Вот, а так в основном, это что у них там лежал, вот этот реголит, который там занимает несколько метров. Наши автоматы, собственно говоря, эти пробы и взяли, и не нужно было столько, если они летали, денег, чтобы это сделать. А вот добраться поглубже, это было крайне важно. Можно было бы научную программу там как-нибудь усовершенствовать, что-нибудь оставить на Луне, какие-нибудь наблюдательные системы астрономические. Ведь это же тоже важно, чтобы хотя бы Землю наблюдать с Луны, да, вот было бы здорово, телескопчик какой-нибудь. Все это можно было бы сделать, но этого ничего не было сделано. Поэтому на самом деле вот те, кто полетит, наверняка там найдут и новые породы, и новые структуры, потому что как образовывалась Луна, мы до сих пор толком там не знаем, что здесь масса всяких нюансов. Я уж не говорю про то, что там до сих пор наблюдают какие-то странные объекты. То они пролетают над Луной, то там какие-то вспышки света, причем это наблюдается с момента регулярных наблюдений за Луной в телескопы 17 века. Сообщений просто массы всяких, документированных в разных странах на протяжении лет 400, наверное. Поэтому, конечно, было бы просто удивительно посмотреть, что и как. Но это очень странно, что это закрыли. Ну вот мы вроде как опять возобновляем, и вот последняя была Луна-24, в 1974 году она была запущена, а вот в этом году 25-я должна. Правда, она должна была полететь еще несколько лет назад, но вот все откладывают, откладывают, переносят. Вот-вот, вот в этом году должна полететь. Посмотрим. Там целая серия, вообще 4 аппарата. Там орбитальный будет аппарат, на полюсах, по-моему, должны быть сесть, это для поисков воды, потому что если строить базу, нужна вода. Таскать воду с Земли, это просто... А вдруг разбился, не долетел? Или просто там не вышел на орбиту, или еще что-нибудь? Это сразу возникает большие сложности. Так что, конечно, нужно воду искать на самой Луне. Ну вот, вроде как там нашли, но теперь надо точно определиться, где она есть и где чего строить. Это важнейший момент. Ну а дальше, конечно, проектов моря еще с советских времен, базовые поселения, города, в которых можно запускать какой-то технологические процессы. Там же невесомости нет, значит, есть целый ряд каких-то технологических процессов, которые просто можно будет улучшить или сделать их совершенно по-другому, чем на Земле. Астрономические наблюдения. Атмосферы нет. Это ж вообще... Даже небольшие телескопы вы можете там строить, и они уже будут давать эффект просто колоссальный. Про добычу полезных ископаемых это отдельный разговор, потому что это очень дорого. Добывать там что-то и возить на Землю – это очень дорого. Если вот для какого-то технологического процесса там, ну да, это, наверное, можно. Про гелий-3 – это отдельная песня, которая, честно сказать, неизвестна. Если бы этим конкретно кто-то занимался, а то эта идея всплыла уже гораздо позже, после всех этих вот исследований. Ну, еще что следует сказать, ведь полеты к Луне фактически долгое время не осуществлялись не только нами, но и теми же самыми американцами. Все это закончилось в 1974 году. Американцы только спустя лет 20 запустили к Луне орбитальный аппарат «Клементина», который делал снимки. Потом еще один был спустя там довольно большой промежуток времени. Но систематического изучения не было. Они только орбитальные аппараты запускают. Ну, и были еще серии аппаратов, очень важные для изучения магнитного и, самое важное, гравитационного поля Луны. Оно очень неравномерно, и это очень сильно мешает навигации, особенно автоматических аппаратов, потому что нужно точно знать, ориентироваться, как вы сажаете, где там включать двигатель, где его там выключать. Это, в частности, приводило к многочисленным авариям на первом этапе, когда точно неизвестно было неравномерности гравитационного поля, но мешали навигации. Вот это было сделано, там сейчас довольно подробная карта. Такой был Грааль у них. Эксперимент, по-моему, два Грааля, вот два спутника, которые как раз измеряли гравитационное поле Луны. НАСА, да, проект. Возможно, с европейцами. Ну, а мы полетим уж дальше, будем смотреть. Сейчас, я думаю, что все будет очень резко меняться, поэтому в настоящее время делать прогнозы – дело совершенно бессмысленное. Что будет, надо будет смотреть. А как, на Ваш взгляд, Виктор Михайлович, будет развиваться космическая программа? Наверняка в неё будут внесены какие-то изменения? Да, конечно. Вот, как я уже сказал, сейчас прогнозы делать совершенно бессмысленное дело. Но просто что можно сказать? Программа «Сфера» – это такая многоуровневая система связи и наблюдения за Землей, дистанционного зондирования, низкоорбитальная группировка, связи, изучение айносферы, и потом изучение магнитосферы Земли, и опять же системы связи, наблюдения, в целях изучения и Арктики в том числе, ну и так далее, вплоть до верхних орбитальных группировок, которые осуществляют навигацию, типа ГЛОНАСС, ну и так далее. Там целый набор, она многократно менялась, и так, и сяк, то включали ГЛОНАСС, то исключали, в общем. Там огромные деньги, десятки миллиардов требуются для осуществления. Поэтому, как дело пойдёт, сказать сложно. Но это вещь важная. Ну вот то, что сегодня сказали, Луна, она вроде бы никуда не отстранена и находится в работе. Есть ещё и другие научные проекты, которые связаны с запуском различных аппаратов научного назначения. Как правило, это какие-то телескопы. Радиотелескопы, один уже находится на орбите, какие-то там другие ещё, миллиметровым там будет, в миллиметровом диапазоне. Это важнейшие аппараты. Что касается планет Солнечной системы, то тут целый ряд проектов был отложен на неопределённое время. Данных по ним не знаю. Были эксперименты. Мы к дальним планетам собирались полететь к Юпитеру, предлагали американцам совместный проект посадки на Европу. Но она находится в зоне очень высокой радиации, и там требовались специфические приборы. У нас до сих пор нет таких радиационно-стойких микросхем. Якобы вот они есть у американцев, но они отказались. Поэтому там аппараты Лаплас-П1, Лаплас-П2 должны были теперь переориентироваться не на Европу, но подальше, где радиации поменьше. На Ганимед. Тоже очень интересный объект. Отложены полёты к Венере. Там, по-моему, какой-то совместный остаётся. А Венера-Дэ, это наш личный, он отложен тоже. Есть программа запуска к Марсу, но это совместная. Что ещё? Идей было очень много в 1940-м году. В 1945-м высадка человека на Марсе. Но для этого нужны ракеты-носители. Но вот сейчас интенсивно уже в железо стало превращаться это вот полёты с помощью ядерных двигателей. Это так называемый буксир. Ну, клон, вполне возможно, что он как раз и будет необходим для полётов к Марсу. Ну, это да, это, конечно, прорыв. Если это всё будет осуществлено, это будет прорыв. Потому что это уже работа двигателей не секундная или там минутная, а уже десятки минут. Значит, это можно уже разгоняться, тормозиться, корректировать орбиту, уже маневрировать. И это, конечно, уже совершенно другой уровень. Но это первый шаг, а дальше уже будет. Виктор Михайлович, ну, давайте напоследок обратимся к нашим радиослушателям, поздравим их День космонавтики. Вообще, День космонавтики, я думаю, роль его только будет расти. Потому что это фундаментальный шаг. Трудно ещё себе представить такой общепланетный праздник, который бы был сравним. Для нас, конечно, 9 мая – это просто незабываемый праздник, он тоже никогда не сотрётся. Но вот в планетарном масштабе это праздник, который останется очень надолго. На столетия, наверное, а, может, и на тысячелетия. Все будут помнить, что вот был такой совершён шаг, когда человечество впервые шагнуло в космос. Это сравнимо, наверное, с тем, как когда-то наши неразумные предки вылезли из океана на берег и стали осваивать сушь. В результате чего, в конце концов, мы появились. Поздравляю всех с этим замечательным днём, который останется в веках, и его всё будут праздновать лучше, лучше и лучше. И самое важное, что он связан именно с достижениями нашего Отечества, Советского Союза, тех людей, которые тогда, после тяжелейшей войны и испытаний, которые легли на долю советского народа, сумели сделать такие выдающиеся шаги. Мы беседовали с доктором физико-математических наук профессором Виктором Журавлёвым. Знайте, ну каким он парнем был, тот, кто трубку звёздную открыл. Пламень был и гром замер космодром, и сказал негромко он. Он сказал, поехали. Он взмахнул рукой, словно вдоль по Питерской, Питерской, пронёсся над землёй. Словно вдоль по Питерской, Питерской, пронёсся над землёй. Знайте, каким он парнем был, как поля родные он любил. В той степной доли первый старт земли, был признанием ей в любви. Он сказал, поехали. Он взмахнул рукой, словно вдоль по Питерской, Питерской, пронёсся над землёй. Словно вдоль по Питерской, Питерской, пронёсся над землёй. Знайте, каким он парнем был, на руках весь мир его носил. Сын земли и звёзд мне, был и прост, людям свет, когда он понёс. Он сказал, поехали. Он взмахнул рукой, словно вдоль по Питерской, Питерской, пронёсся над землёй. Словно вдоль по Питерской, Питерской, пронёсся над землёй. Знайте, каким он парнем был, как на лёд он с клюшкой выходил. Как он песни пел, весел, был и смел, как азартно жить хотел. Он сказал, поехали. Он взмахнул рукой, словно вдоль по Питерской, Питерской, пронёсся над землёй. Знайте, каким он парнем был, нет, не был ли смерть, он победил. Слышишь дальний гром, видишь, как-то он вновь идёт на космодром. Говорит, поехали, и живой звездой, Словно вдоль по Питерской, Питерской, несётся над землёй. Словно вдоль по Питерской, Питерской, несётся над землёй. Конечно же, Дню космонавтики посвятят и множество культурных событий, спектакли, мастер-классы и всевозможные выставки. Но отдельного внимания заслуживает партнёрский выставочный проект «Мечтая о космосе». Он познакомит посетителей с экспонатами из фондов Ульяновского областного кривического музея, а также Государственного архива новейшей истории Ульяновской области. Редкие фотографии, документы, автографы, открытки и памятные сувениры – всё это сохранилось и дошло до наших дней в первозданном виде. Подробностями об этом выставочном проекте с нами поделился старший научный сотрудник музея «Конспиративная квартира Симбирской группы РСДРП» Дмитрий Фадеев. Гостей нашей выставки ожидает знакомство с артефактами из фонда Ульяновского областного кривического музея, освещающими историю освоения космоса. От первого искусственного спутника Земли до космоплана многоразового использования «Буран». Среди предметов будут редкие книги, фотографии, документы, советские игрушки, открытки и памятные сувениры конца 1950-х – начала 1990-х годов. Все эти предметы расскажут о беспрецедентной популярности и высокой роли космонавтов в общественной жизни всех слоев советского общества. Важное место на выставке займут предметы, переданные Крыльевическому музею Николаем Николаевичем Тушиным, участвовавшим в проведении легендарного полета Юрия Алексеевича Гагарина 12 апреля 1961 года и миссии многих других космонавтов, а также знаменитой советско-американской программы «Стуковский в космосе кораблей «Союз»» и «Аполлон». И вот в июле 1975 года за проведением этого совместного полета следил весь мир. И вниманию посетителей нашей выставки будет представлена уникальная серия экслибрисов, посвященных миссии «Союз Аполлон». Автором этих экслибрисов стал знаменит ульяновский художник Борис Николаевич Склерок. На выставке будут также представлены документы и награды Александра Николаевича Тимошина, занимавшего должность начальника филиала первого отдела Центра управления полетов космических объектов. Свои раритеты представит партнер выставки «Государственный архив новейшей истории Ульяновской области». В том числе линогравюру с изображением первого космонавта планеты Юрия Гагарина, выполненной в мае 1961 года, а также вниманию гостей будет представлен комплекс семьи Рината Адыевича Ильязова, подполковника, ветерана первого в мире космодрома Байконур, содержащий уникальные фотографии, документы и награды, а также уникальные автографы советских и иностранных космонавтов. Несомненный интерес вызовут музейные коллекции двух испытателей легендарного «Бурана», ставшего советским ответом американскому спейтшапу. Так посетителям будут представлены летный шлем главного штурмана-испытателя программы «Бурана», героя Российской Федерации Геннадия Григорьевича Ирейкина, а также уникальные фотографии и документы заслуженного летчика-испытателя Российской Федерации Сергея Николаевича Тресвятского. И значительное место на выставке займут экспонаты из частных коллекций простых ульяновцев. Это и значки, и марки, и даже предметы советского повседневного быта, чей дизайн был вдохновлен советской космической программой. Вход на открытие выставки будет свободный. Вы упомянули, что на выставке будет линогравюра. Что это такое? Что она собой представляет? Эта гравюра выполнена в технике гравирования по линолеуму. Достаточно популярная была в советское время, да и в наши дни. Ее уникальность в том, что она была выполнена именно в год полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос. То есть выполнена буквально на следующий месяц после того легендарного полета. На ней изображен Юрий Алексеевич Гагарин и стартующая в космос ракета. А как проводилась подготовка к этой выставке? Много ли времени ушло на то, чтобы подготовить экспонаты, собрать все в единое целое? На самом деле эта выставка является плодом уже многолетнего плодотворного сотрудничества Ульяновского областного краеведческого музея и Государственного архива новейшей истории в Ульяновской области. И у архива, и у музея были свои выставочные проекты, посвященные Дню космонавтики. Но на данной выставке как раз лучшие экспонаты наших многолетних проектов и будут представлены. В целом выставка готовилась в течение нескольких месяцев. Ей предшествовала серьезная проработка, поиск в справочниках, в различных наших документациях. И в итоге выставка получилась цельной и достаточно информативной. Вы также отметили, что на выставке будут представлены предметы, переданные Николаем Тушиным, участвовавшим в проведении полета Юрия Гагарина. Что это за предметы и как давно они были переданы музею? Предметы были переданы уже давно. Они хранились многие годы в фондах Ульяновского областного краеведческого музея. То есть это была собирательская работа, которая велась систематически и планово. И в фондах Ульяновского краеведческого музея очень большой сектор с аналогичными предметами космонавтов. Из фонда Николая Николаевича Тушина будут представлены его уникальные фотографии, рассказывающие о его пути и работе на Байконуре. Его наградной значок ветерана космодрома Байконур и медаль Федерации космонавтики Советского Союза 80 лет со дня рождения Сергея Павловича Королева. Ну, одна из самых почетных медалей в нашей космической сфере. Дмитрий Юрьевич, насколько я знаю, гостям выставки будет презентован VR-проект учащегося Ульяновской школы креативных индустрий, посвященный полету в космос. Давайте расскажем об этом проекте. По предварительной договоренности, да, он будет представлен именно на открытии выставки, как эксклюзив для гостей открытия. И он будет посвящен полету человека в космос. То есть оборудование VR-очки позволит всем желающим ощутить себя на борту стартующей в космос ракет. В самом начале мы упомянули, что выставочный проект «Мечтая о космосе» будет посвящен Всемирному дню авиации и космонавтики. Скажите, а для вас этот праздник имеет особую значимость? Насколько он для вас важен? Для всех россиян этот праздник, ну, если не для всех, то для многих, действительно стал народным. Это то, чем наша страна может гордиться. Это наследие большого пласта научных исследований, личных подвигов летчиков и впутателей, космонавтов. И, конечно же, как и многие дети, выросшие на постсоветском пространстве, я еще продолжал в детстве мечтать, что стану когда-нибудь космонавтом. И, как многие дети, когда мы играли и в космонавтов, и в полеты на Марс и так далее, естественно, тоже что-то собирали. И значки, и книжки, и флажки. И, в общем-то, большую часть своей личной коллекции по космосу, я также представлю на данной выставке. Как и многие наши коллеги, музейщики, архивисты, также преподнесут предметы из своих личных коллекций. Что свидетельствует, в свою очередь, что люди, которые связали свою жизнь даже с гуманитарной сферой, с культурой, все равно продолжают интересоваться космосом, поскольку для нашей страны космонавтика, ну, действительно, стала такой сферой народного интереса. И популярность космонавтов после спада в 90-е годы вновь возвращается на свое высокое место. А как долго будет работать выставка, и в какое время люди могут прийти и посмотреть ее? Выставка наша продлится несколько месяцев. С 12 апреля по 5 июля 2023 года. Вход на выставку будет бесплатный для всех посетителей музея. То есть по простому входному билету в музей. Выставка будет работать во все праздники, во все выходные дни. Единственный выходной день – это понедельник, как и у многих других музеев. Ну и напоследок, давайте пригласим наших радиослушателей на выставку. Пусть они охотно приходят к вам в музей и с удовольствием проводят время. Уважаемые жители Ульяновска и гости города, будем ждать вас в нашем музее. Приходите, эта выставка будет интересна как взрослым, так и детям. Музей называется «Конспиративная квартира Симбирской группы РСДРП». Выставка называется «Мечта о космосе». И ее открытие состоится 12 апреля в 13.00. Напоминаем, что вы слушали интервью научного сотрудника музея «Конспиративная квартира Симбирской группы РСДРП» Дмитрия Фадеева. Вечернюю программу для вас подготовил Алексей Сорокин. «Конспиративная квартира Симбирской группы РСДРП» Ночь прошла, будто прошла боль, Спит земля, пусть отдохнет, Пусть у земли, как и у нас с тобой, Там впереди, долгой, как жизнь, Пусть я возьму этот большой мир Каждый день, каждый его час. Если что-то я забуду, Вряд ли звезды примут нас. Если что-то я забуду, Вряд ли звезды примут нас. Я возьму щебет земных птиц, Я возьму добрых ручьев плеск, Я возьму свет грозовых сорниц, Шепот ветров, зимний пустой лес. Я возьму этот большой мир Каждый день, каждый его час. Если что-то я забуду, Вряд ли звезды примут нас. Если что-то я забуду, Вряд ли звезды примут нас. Субтитры создавал DimaTorzok